Я считаю, что Баку ставила задача установления контроля над одним или несколькими районами в зоне безопасности вокруг Нагорного Карабаха. В настоящее время имеется 7 таких районов. Как минимум один район. Над одним районом была принята попытка установления силового контроля. Это было грубым нарушением всех тех договоренностей, которые действовали с 1994 года. Тем не менее, попытка вот таким образом установить контроль была предпринята. Начало боевых действий может стать относительно успешным для Азербайджана, когда было захвачено 7 опорных пунктов. И, по-видимому, был обеспечен на некоторых участках фронта прорыв 1-2 линии обороны. Однако, далее, неожиданно для себя, введя прорыв танки, азербайджанцы к их сторонам столкнулись с тем, что танки стали гореть. Потому что были хорошо подготовлены группы по борьбе с танками. По некоторым данным, было уничтожено до 20 азербайджанских танков. Это много. Это фактически был разгромлен танковый батальон. Что это говорит? Это говорит о том, что была попытка проведения наступательной операции с целью предполагавшегося, видно, ввода большого количества бронетанковой техники. Ввиду того, что этот прорыв был неудачный, то в целом операция была неудачной. Потому что, во-первых, свидетельствует большое количество погибших военнослужащих с азербайджанской стороны. Имеются оценки до 200 человек. Погибло, это достаточно много. Но здесь очень легко посчитать, если экипаж танков 3 человека, 20 танков погибло, это уже 60 человек. При этом сюда можно добавить два экипажа вертолетов. Один вертолет Ми-24, один вертолет Ми-35. Кроме этого, были сбиты два бесплатно летательных аппарата. То есть, говорит о том, что хорошо была организована противовоздушная оборона. Эффективно были сдержаны танковый клин, который пытался вести прорыв. Тем не менее, массированный ввод вооружений, техники, позволил кратковременно осуществить прорыв линии обороны, чего раньше не наблюдалось. Потому что мне приходилось быть в Карабахе в начале августа 2014 года, когда тоже предполагалась попытка, где-то в конце июля была попытка захвата двух опорных пунктов. Но никогда не было прорыва двух линий обороны, такого не было. Насколько я понимаю, в этот раз все-таки, наверное, был прорыв двух линий обороны, скорее всего. Штанки горели уже на равнинной местности. Хотелось бы заметить, что накануне практически вот этого вторжения на территорию Нагорно-Карабахской республики были проведены совместные учения азербайджан-турецкие. Это тоже как бы был подготовительный этап к проведению такого рода операций. По тем информациям, которые мы имеем, говорят о том, что со стороны Азербайджана в разном качестве воюют турецкие военнослужащие. То есть они находятся в качестве инструкторов. По некоторым данным, они даже являются командирами разведесленных подразделений, которые входят на территорию Нагорно-Карабахской республики. И были отмечены украинские наимы со стороны Азербайджана. То есть ситуация сложная. Географическая удаленность Степанакерта от границы не так велика. И при этом гипотетически азербайджанская сторона может нанести удар по Степанакерту в тяжелую меркиносимую залпу огня. Это по расстоянию достаточно понести такого удара. Но совершенно понятно, что последствия это были бы очень серьезные. Я думаю, что армянская сторона однозначно бы ликвидировала возможность работы трубопроводных систем магистральных, которые не так далеко от границы находятся. Это касается и газопроводов, и нефтепроводов. То есть фактически это был бы удар по экономике сразу. Но, по-видимому, наверное, армянской стороне пришлось бы отвечать и по-другому на вот такое родное действие. Поэтому угрозы по нанесению удара по Степанакерту, это, конечно, провокация, как и все эти действия, которые были предприняты. Насколько я понимаю, все-таки линия фронта либо полностью, либо в основном восстановлена. И здесь возникает вопрос, что делать дальше. То есть если я как бы был военный, вот с военной точки зрения, то надо было идти в наступление. Есть некоторые участки фронта, где есть у армянской стороны, есть лучшее местоположение. То есть, например, на высотах армянская сторона могла бы провести наступление. Но здесь Россия сделала все, чтобы убедить армянскую армию и оборону Нагорного Карабаха, что вооружена силой Армении, чтобы не наступления не было, потому что оно могло быть. Могло быть в данной ситуации в качестве ответа на то, что сделала азербайджанская сторона. То, что не было наступления с армянской стороны, то есть пересечения границы, вот это, я считаю, это то достижение, которое Россия смогла обеспечить. Если говорить конкретно в зоне Нагорного Карабаха, то обе стороны 20 лет создавали инженерное оборудование своих позиций. Поэтому ход с этих позиций вынудит одну из сторон, я могу эту сторону назвать, это Азербайджан, которая сразу предпринимет попытку вторжения на террорий Нагорного Карабаха в Краснодаре, если будет отвод от линии фронта, оборудованных позиций. Поэтому армянская армия не может уйти, не с занимаемых позиций в целом, не освободить так называемую зону безопасности, которая тоже хорошо подготовлена.